Картофель, свёкла, кукурузный крахмал. Всё это может быть сырьём для производства полностью разлагаемых биопластиков. А из них можно делать широкий набор продукции. Это и игрушки, и различные тюбики для косметики. Проект такого производства для строительства в Татарстане презентовали в Италии Рустаму Миниханову. Продукт очень перспективный. Конечно, надо посмотреть ещё, кто занимается производством таких продуктов. Керамиды, например, мы в нашем доме георгии. Мы понимаем, что здесь, как нам, что производство нет. К строительству по итальянским технологиям может подключиться группа компаний Таиф. Сейчас изучаю. Да, ты нравится, это близко, у студентов. А, так как они нужны, если химия отличается. Я буду ехать сюда. В процессе производства у нас может участвовать в апреле, в диалоге. Помимо этого, в районе республиканской клинической больницы может появиться маленькая Италия. Жилой комплекс от римских архитекторов. С проектом ознакомился президент. Также во время своего визита Рустам Миниханов посетил Миланский телевизионный центр. Один из крупнейших в Европе. А сближать татар всего мира может помочь наш телеканал. На встрече с активом «Татар Италии» Рустам Миниханов отметил. Важно не терять связи со своей малой родиной. А еще важнее не терять родной язык. В России вторая нация – это татары. Это должны знать. Это тоже и здесь должны знать, что у нас свой язык, он совершенно другой. У нас своя музыка совершенно другая. И это хорошо, это дополняет. В Италии нашу делегацию ждет обширная деловая программа. Это и встреча с правительственными и деловыми кругами. Сейчас товарооборот Татарстана из Италии составляет около 300 миллионов долларов. В этом году наметился рост. Ожидается, что визит послужит дополнительным импульсом. Дмитрий Ирин, Марат Хусейнов, ТНВ, Италия.